Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством поэтессы Марии Максимовны Веселовской-Томаш. Мария Максимовна Веселовская-Томаш родилась на севере Молдавии в селе Шаптыбань Рыжканского района. Педагог-филолог, литератор. Окончила Бельский государственный педагогический институт имени Руссо, отделение русского языка, литературы и английского языка. С 1976 года проживает в Москве. Общественной деятельностью занимается с 1989 года. Кавалер Ордена Чести Достоинства, Национальный Артийский Комитет России, девятикратный лауреат артиады народов России, вице-президент Национального Артийского Комитета России, президент Пара-Артийской Лиги Национального Артийского Движения России, член Мирового Артийского Комитета, создатель и бессменный руководитель региональной общественной благотворительной организации инвалидов. Она совсем недавно, 17 декабря, отметила свое 75-летие. Мария Максимовна, если вы слышите меня, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Очень вас прошу, продолжайте писать. Без ваших стихов и песен мир не был бы таким, каков он есть. Вот одно из ее стихотворений. Посвящено оно защитникам города Ржев. «Правду о Ржеве скажут только тогда, когда умрут все, кто здесь командовал», так сказал ветеран боев за Ржев поэтессе в личной беседе. Ржевская битва 1941-1943 годов – самая кровопролитная битва за всю историю человечества. И самая замалчиваемая историками. На Ржевском плацдарме стояли две трети дивизий армии «Центр» для наступления на Москву. Потери советских войск в боях под Ржевом составили более 2 миллионов человек, вдвое превысив потери в Сталинградской битве. В лесах под Ржевом погибла 29-я армия. Сам город был превращен в лунный пейзаж. От 40 тысяч населения города осталось всего 248 человек. После ожесточенной 15-месячной битвы за Ржев он так и не был взят. Немцы сами отошли на заранее подготовленные позиции. Итак, защитникам Ржева. Четыре года мечтал солдат, Как он вернется в дом на заре, И как утешит отца и мать, Прижмется сердцем к родной земле. Последний выстрел и взят Рейхстаг. Солдат усталый спешит домой. Враг уничтожен, Повержен враг, Его штандарты на мостовой. Забыть не может кромешный ад, Долину смерти, Бои за Ржев. Стоял тут насмерть Герой-солдат, Во имя жизни Рождая гнев. Отполыхала огонь гроза, Да откружилась метель с свинцом, А Волга плачет. Его друзья В полях, в болотах Спят вечным сном. Триумф победы, Скорбь и печаль. Слеза в ресницах, Виски в снегах, На женских лицах Тоски вуаль, Священный список, На скрижалях. Триумф победы, Смех и цветы, Раскат салюта, Покой земли, Полет высокой, Большой мечты, И детский лепет, Как гимн любви. Очень здорово И проникновенно написано. Я читаю, И слезы Сами зависают На кончиках ресниц. Но Мария Веселовская Пишет не только Героическую лирику. В ее репертуаре Много других стихов, Таких, Как этот, Например. Ах, Зачем Эта ночь Позвала И напомнила Юности Звон? На свидание К тебе Привела В предрассветный Лазоревый Сон. Свет Неяркий Струила Луна И просилась К нам В руки Звезда. Не моя, Не моя В том Вина, Что с тобой Разошлись Навсегда. Ах, Зачем Эта Ночь Без тебя? И напрасно Любовь я зову Не судьба Быть с тобой. Не судьба. До сих пор Как В тумане Живу. Черный Бархат Висит За окном. Уж Забрежил Несмело Рассвет Я Зажженной Свечой За столом Ах, Зачем Эта Ночь? Тебя Нет Но все-таки Дети войны Слишком Хорошо Понимают Цену Победы Это, Наверное, Впитано Ими С молоком Матери Так и Мария Максимовна Родившаяся В декабре 1943 Года Очень Остро Чувствует Какими Болью Самоотверженностью И великим Трудом Досталась Нам Эта Победа Наверное Поэтому Очень Трудно Сдержаться Читая Стихи Посвященные Великой Отечественной Войне В них Прослеживается Главная Мысль Не Забывать Никогда Не забывать Павших Не Очерстветь Душой И быть Благодарным Тем Людям Благодаря Которым Мы Все Сейчас Живем Как раз На эту Тему Стихотворение Марии Максимовны Которым Я хочу Сегодня Закончить Этот Обзор Страна В тот Год Была Объята Войной Полно Ее Следов На водах Рек Алеют Пятна А в Ростных Травах Стынет Кровь Не Дай Бог Сердцу Очерстветь Гордитесь Подвигами Дедов Мы Все Обязаны Воспеть Тех Кто Добыл Для нас Победу Из Года В год Из Века В век Из Поколения В поколение Ты Чти И Помни Человек Победы Той Цветую Цену За мир И первый Детский Смех За счастье Радость И Свободу Должны Оплакивать Мы Всех Ведь Гибли Целые Народы Не Не Дайте Сердцу Очерстветь Героям Павшим Поклонитесь Их Их Голосам Еще Б Звенеть Тысячелетия И Впредь За Упокой Их Душ Молитесь Что Предков Выполнить Завет Быть Равнодушным Раз Учитесь Трудиться Сердцем Не Ленитесь Пусть Это будет Пожеланием Всем Без Исключения На следующий Год Да и На всю Жизнь До Свидания Мир Вашему Дому Покоя Вашей Душе До Встречи Продолжение следует